Здравствуйте, дорогие любители путешествий! В эфире новости клуба видеопутешествий ТОПОС. И в начале выпуска я, как обычно, рассказываю вам о новых экскурсиях на ТОПОСе. Первая экскурсия это побережье Северной Ирландии от нашего экскурсовода Анны Филлипс. Как вы знаете, на острове Ирландии есть два государства. На юге Республика Ирландия со столицей в Дублине, а на севере Северной Ирландии со столицей в Белфасте. Естественно, что это один народ и одна, исторически одна страна, но на сегодня это два разных государства. Жизнь там очень интересная, живут вместе и англичане, и ирландцы, и даже шотландцы в Северной Ирландии. Конечно же, это край легенд, истории о эльфах и феях. И Анна Филлипс потихоньку знакомит нас с этим удивительным миром. Кстати, нужно еще сказать, что неподалеку от Белфаста находилась та самая верфь, где был построен Титаник знаменитый. И в Белфасте есть единственный в мире виртуальный музей Титаника. Экскурсию по этому музею, а также экскурсию по самому городу Белфаст вы найдете на сайте ТОПОС. А сегодня мы поговорим об экскурсии по побережью Северной Ирландии. Северная Ирландия знаменита своими пейзажами. Это необыкновенные красоты берег Атлантического океана. Именно здесь снимались практически все серии сериала «Игры престолов». Именно здесь снимались практически все красивые, именно здесь снимался сериал «Игры престолов». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на великолепном пляже White Rock Beach. Вот такие вот прекрасные скалы представляют огромный интерес для ученых, поскольку образовались эти скалы очень давно, 50 миллионов лет назад. Посмотрите на форму этих скал. Вам не кажется, что похожи на слонов, опустивших хоботы вниз? В этих белоснежных известняковых скалах иногда можно увидеть кремниевые вкрапления. По словам ученых, люди, проживающие здесь 7000 лет до нашей эры, использовали этот материал для производства своих первых инструментов. Экскурсию по побережью Северной Ирландии вы можете легко найти на главной странице нашего сайта или зайдя в раздел «Страны» и найдя там Северную Ирландию. Ну а следующие новые экскурсии — это Архангельск и Сибирь. На Топусе довольно много экскурсий по России, но эти особенно ценные и дороги мне, потому что сняли их мои ученики Ксения Балтинова и Андрей Миронов. У нас работают курсы «Экскурсовод онлайн», на которых я имею счастье преподавать. И вот если выпускники заканчивают курсы хорошо и делают хорошую видеоэкскурсию, мы берем их в качестве новых гидов, сотрудников нашего сайта Топус. Начну с Андреем Мироновым. Он живет в Архангельске. Несмотря на свой недуг, Андрей инвалид. Он снимает потрясающие экскурсии, необыкновенно жизнерадостные, оптимистичные и, не побоюсь этого слова, талантливые. Мало кто из центральной России бывал в Архангельске, признаемся честно, уж очень далеко, на берегу Белого моря. А между тем, это город настоящий русской, северной, старины. Город со своей неповторимой историей. И Андрей, как человек увлекающийся этнографией, историей, замечательно рассказывает нам о своей родине. Здравствуйте, дорогие видеопутешественники клуба Топус. С вами ваш гид по Архангельску Андрей Миронов. Я родился и вырос в Архангельске, и люблю свой город. И хочу показать вам свои любимые места. То, как я его вижу и чувствую. Сегодня я приглашаю вас на удивительную видеопрогулку по Архангельскому Арбату. Да-да, вы не ослышались. Именно Арбату или Чумбаровке. Излюбленному месту горожан и гостей нашего города. У нас говорят, кто на Чумбаровке не бывал, тот Архангельска не видал. Почему? Вы узнаете в ходе нашей экскурсии. Другая моя ученица, выпускница наших курсов, Ксения Балтинова, живет в трех с половиной тысячах километрах от своего сокурсника Андрея Миронова. Живет она в Западной Сибири, в Кузбасском бассейне, в городе Кемерово. И Ксения показывает нам сибирскую зиму. У нее уже есть одна экскурсия по Кемерово у нас на Топосе. Это ее вторая экскурсия. Называется она «Сибирская зима. Спорт, хаски и развлечения». Действительно, это удивительный букет зимних развлечений и радостей сибирской зимы, необыкновенной красоты леса, собаки-хаски. У них есть заповедник хаски, соревнования на снегоходах и мотоциклах, чего там только нет. Обе экскурсии вы найдете на главной странице. Я сердечно приглашаю вас посмотреть две эти работы, поддержать выпускников наших курсов и расширить свои знания о России. Ну а тех, кто любит Иерусалим, ждет новая экскурсия моего мужа Рафаэля Мусанлеви к Атамон, к дому святого Симеона Богоприимца. Здравствуйте, дорогие видеопутешественники. Меня зовут Рафаэль Мусанлеви, гид по святой земле. Сегодня я хочу вам показать удивительное место. Как раз то самое место, где жил святой Симеон Богоприимец. Это евангельская фигура, библейская фигура, очень даже важная. Чтобы туда добираться, надо идти как раз по этой же дороге, которая ведет нас через красивейших улиц, прекраснейших домов, район Катамон. Катамон как раз и означает «дорога к монастырю» или «ката монастырь», то есть «под монастырем дорога к монастырю». Район Катамон как раз делится на верхние и нижние, и он один из тех районов, где жила как раз наша палестинская элита в 30-20-е годы 20-го века. Рафаэль по-прежнему продолжает знакомить вас с неизвестным Иерусалимом. Паломники и туристы в лучшем случае подъезжают к монастырю на автобусе, быстренько посещают его и уезжают. А вот прогуляться по району, узнать его историю, ощутить жизнь людей, которые жили там раньше и живут теперь, это уникальная возможность. Не пропустите ее. Экскурсия Катамон к Дому Святого Симеона находится на главной странице нашего сайта. Ну а теперь я расскажу вам о новом разделе нашего сайта, который называется «Топус. Культура. Лекции». «Топус» — это еще и образовательный проект. Мы изучаем мир через путешествия, но не только. Любой экскурсовод скажет вам, что на экскурсии всегда не хватает времени, остается что-то еще, что очень хотелось бы рассказать подробнее. Это может быть что-то из области религиоведения, археологии, истории или искусствоведения. И вот поэтому наши гиды начинают давать вам лекции. И не только гиды. Мы привлекаем на Топус профессиональных лекторов, специалистов в своих областях, людей, которые уже зарекомендовали себя в научном мире, для того, чтобы наши путешественники могли расширять свой кругозор, повышать свой интеллектуальный и культурный уровень. Для того, чтобы записаться на лекцию, нужно сперва войти в сайт. Если вы у нас впервые, выберите вкладку «Регистрация», введите ваш электронный адрес, обязательно правильный, и пароль. Пароль нужно ввести дважды, а затем нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Если же вы уже зарегистрированный пользователь, выбирайте вкладку «Вход», также вводите ваш электронный адрес и пароль и нажимайте кнопочку «Войти». Теперь в меню выбирайте страницу «Лекции». Здесь вы можете ознакомиться с расписанием лекций на месяц. Обратите внимание, лекции проводятся по закрытой ссылке, по предварительной записи. Поэтому, почитав подробные описания каждой лекции и выбрав те лекции, которые вы хотите посетить в этом месяце, вы должны зарегистрироваться или записаться на каждую из них и оплатить вход. Нажимаем кнопочку «Записаться на лекцию», «Оплатить данную лекцию или курс». Выбираем удобный способ оплаты, вводим данные кредитной карты. После того, как оплата завершилась успешно, вы можете пройти в свой профиль и во вкладке «Мои курсы и лекции» увидеть те лекции, вход на которые вы оплатили. В указанный день и час вы нажимаете вот по этой картиночке и попадаете на лекцию. Обратите внимание, по этой ссылке лекция будет доступна до 23.00, далее ссылка станет недействующей. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что лекция состоится при наличии не менее 30 слушателей. Нас довольно много, я думаю, что это количество будет набираться, но тем не менее, спешите записаться пораньше на понравившуюся вам лекцию, оплатив заранее участие, 250 рублей. Приглашайте также друзей, знакомых. Пусть ТОПОС станет местом встречи всех, кому интересен этот мир, кто стремится расширять свой кругозор и повышать свой культурный уровень. Ну а теперь пришло время рассказать вам о тех экскурсиях в прямом эфире, которые будут идти на ТОПОС.ТВ на этой неделе. Напоминаю, что страница ТОПОС.ТВ находится в меню нашего сайта. Просмотр этих экскурсий бесплатный, однако мы, как всегда, просим всех, кто не является пенсионером или малоимущим, если экскурсия вам понравилась, не полениться оставить небольшое денежное пожертвование или, как сейчас говорят, донат для экскурсовода. Наши гиды не работают бесплатно, они рассчитывают на вашу поддержку. Мы с вами сейчас единственные виртуальные путешественники, туристы. Другой работы у наших гидов просто нет. Давайте поможем нашим гидам остаться в профессии и будем не только смотреть их экскурсии, но и по возможности благодарить их донатами. Итак, во вторник мы отправляемся с вами на встречу с русской провинцией в замечательный город Торжок. А поведет нас известный экскурсовод, директор Туристско-информационного центра города Торжка Георгий Семенюк. Георгий является финалистом конкурса географического общества «Лучший гид России 2018 года». В этой экскурсии вы увидите все самые ключевые достопримечательности города, памятники русского деревянного зодчества. Вы узнаете о пожарских котлетах и знаменитом «Золотом шитье». Экскурсия обещает быть очень насыщенной и интересной. Обязательно приходите. В среду мы отправимся в Москву с замечательным гидом, кинематографистом Виктором Сутерминым. Виктор является аппетитом. По Москве, вот так он назвал свой путеводитель. И называется экскурсия «Легенды Тверского бульвара». «Бульварное кольцо» — это авторские экскурсии Виктора Сутермина. У каждого бульвара есть своя удивительная история. И в этот раз мы будем изучать с вами Тверской бульвар. Ну а кого интересуют экскурсии по Москве, вы можете найти их на нашем сайте, либо в разделе «Россия-Москва», либо на странице автора, найдя там Виктора Сутермина. У него уже немало экскурсий по Москве на нашем сайте. В четверг мы с вами отправляемся в кулинарное путешествие. Наш гид и шеф-повар из Праги Александра Петрикова предлагает нам кулинарный мастер-класс «Готовим без мяса и к празднику». Ведь приближается 8 марта, а для многих это масленица. То есть подготовка к Великому посту, неделю, в которую уже не едят мясо. Как приготовить праздничный стол в чешском стиле и без мяса, научит вас Александра. Внимание, это будет кулинарный мастер-класс в прямом эфире. Так что ждите неожиданностей и сюрпризы. В пятницу мы отправляемся во Флоренцию. Золотой мост и шедевр Королевского дворца. С изящной и красочной Италией продолжает знакомить нас любимая уже ваш гид по Италии Ирина Гординская. В субботу нас ждет Берлин с Ольгой Сумбатовой. Три самые красивые площади. Ольга сказала мне, что она дарит эту экскурсию женщинам. Так что покажет вам самые красивые места Берлина. А в воскресенье наш экскурсовод Влад Парк из Лондона предпринимает длинную поездку ради нас, ради клуба видеопутешествий Топос. Он хочет показать вам знаменитый замок Лидс. Этот замок, приданный королев, так и называется экскурсия, замок Лидс, приданный королев. Этот замок расположен сразу на двух островах. Ему 900 лет и называют его жемчужиной графства Кент. Экскурсия обещает быть необыкновенно красивой и, как всегда у Влада, интересной, насыщенной интересными историями. Ну а сейчас с нами на связь выйдет Анна Филлипс из Северной Ирландии. И мы узнаем, что творится там. Оставайтесь с нами. Анна, скажите, пожалуйста, как обстановка сейчас в Северной Ирландии? Есть ли какие-то ограничения на перемещение по стране? Анна, добрый день. Очень рада вас слышать, а также очень рада поприветствовать ваших зрителей и слушателей. В Ирландии сейчас полный локдаун. То есть мы полностью закрыты. И есть различия по ограничениям между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства и Республикой Ирландии. Но в целом ситуация похожая. В Северной Ирландии ограничения по перемещению – это 10 миль вокруг дома. Всевозможные сборища в домах, в садах запрещены. Закрыты все заведения, включая любимые ирландские пабы. Закрыты кинотеатры, рестораны, школы закрыты. То есть дети учатся из дома. Ну, за исключением детей, у которых родители вынуждены работать врачами, медсестрами. То есть essential workers, так называемые. А в целом все дома и, в общем-то, привыкли уже к этому. И эта ситуация продлится до апреля. Недолго осталось. Скажите, а как вообще относятся ирландцы к вот этим локдаунам, ограничениям? Какое настроение? Замечательный вопрос по поводу, соблюдают ли ирландцы ограничения. Ну, на самом деле соблюдают и очень добросовестно к этому относятся. Видимо, учитывая действительно ситуацию, что люди умирают из-за этого вируса. В целом ситуация такая, что процентов 70 сидят дома, никуда не выезжают. И выходят только вот по необходимости в магазины. 30%, которые не так хорошо соблюдают, это, конечно же, молодежь, которым нужны пати, вечеринки. Это студенты. Но их полиция контролирует. То есть такие районы, где такие сборища присутствуют, в общем-то, при университетах это все контролируется. И в целом люди соблюдают ограничения. Анна, мы знаем, что ирландцы очень набожный народ в большинстве своем. Открыты ли сейчас храмы? Если храмы закрыты, то расскажите, как и где молятся верующие? По поводу проведения служб, хороший вопрос. На самом деле службы по-прежнему проводятся священниками в церквях, но поприсутствовать на них можно только в онлайн. Либо те церкви, которые располагают большими парковками, они предлагают приехать на машине и послушать службу через громкоговоритель. То есть службы транслируются через громкоговоритель. То есть таким образом эта сторона жизни сохраняется вот в такой форме. Спасибо, Анна. Я надеюсь, что наши зрители попутешествуют вместе с вами, посмотрят ваши видеоэкскурсии. Ну, а мы надеемся тоже на скорую встречу с вами в эфире. Всего самого хорошего. Ну вот, мои дорогие, на этом подошел к концу наш сегодняшний выпуск новостей Клуба Видеопутешествий ТОПОС. Я очень надеюсь, что мы будем встречаться с вами регулярно по понедельникам. Надеюсь, что вы будете заглядывать к нам на сайт. У нас постоянно появляются новые экскурсии. На сайте есть форум, где можно общаться с гидами. После прямых эфиров гиды также выходят в чат на странице ТОПОС ТВ. Вы можете задавать им свои вопросы. В общем, надеемся видеть вас активными и довольными членами Клуба Видеопутешествий ТОПОС. Всего самого вам хорошего, хорошей недели. До свидания. Для того, чтобы совершать видеопутешествие, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Для этого нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Выберите вкладку «Регистрация». Введите ваш электронный адрес и желаемый пароль, не менее шести знаков. Повторите пароль еще раз. Теперь нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Должна появиться надпись о том, что регистрация прошла успешно. Теперь войдите на сайт как зарегистрированный посетитель через кнопку «Вход», введя электронный адрес и пароль. Для входа на сайт вы всегда будете пользоваться кнопкой «Войти». Слева от нее находится кнопка «Профиль». Это ваш личный кабинет. Здесь вы можете проверять, сколько оплаченных просмотров лежит на вашем балансе, менять пароль в настройках, видеть отложенные для просмотра экскурсии в вашей коллекции, а также входить в оплаченные вами курсы. При необходимости пополнить баланс можно прямо из личного кабинета. Выбираем желаемое количество просмотров. Нажимаем кнопку «Купить». Выбираем способ оплаты и переходим на страницу платежного сервиса. Заполняем данные. Нажимаем «Оплатить» и возвращаемся на сайт, нажав на стрелку в нижнем левом углу экрана. Оплаченные вами просмотры появятся на вашем балансе в профиле. Теперь вы можете выбрать видеоэкскурсию из своей коллекции или перейти на главную страницу. Очень удобно собирать экскурсии в коллекцию для дальнейшего просмотра. Нажмите на сердечко вверху заставки понравившейся экскурсии, и она окажется в вашей коллекции. Коллекцию можно редактировать, удаляя из нее те экскурсии, которые вы уже посмотрели. Как начать просмотр? Нажмите на заставку понравившейся вам видеоэкскурсии. У каждой экскурсии есть описание, включающая стоимость просмотра и продолжительность видео, бесплатный трейлер и отзывы. Вам все нравится? Тогда нажимаем кнопку «Смотреть полностью». Во всплывающем окне вы увидите, сколько просмотров спишется с вашего баланса. Нажимаем кнопку «Начать просмотр». Ваше путешествие началось. Ссылка на видео активна в течение 90 минут. Во время просмотра вы можете останавливать плеер на 2-3 минуты, прокручивать видео вперед или назад. Внимание! Не закрывайте страницу с видеоэкскурсией до окончания просмотра. Повторно она не откроется. В конце видео вы можете перейти на страницу автора и посмотреть его другие видеоэкскурсии. Не спешите закрывать страницу с экскурсией и оставьте отзыв. После закрытия страницы вернуться на нее для того, чтобы это сделать, будет уже невозможно. Теперь вы можете перейти на страницу автора и узнать, какие еще видеоэкскурсии он предлагает, а также прочитать небольшой рассказ автора о себе. Приятных вам видеопутешествий!